Как кораблик назовешь, так он и пойдет. История термина «Украинцы». После разрушения Киева монголами, столица Руси веками оставалась пустынной. Разоренный народ болтался между поляками, литвинами, татарами и москвичами, поочередно воюя и сотрудничая с ними. Обладая собственной уникальной идентичностью, русский народ переживал сложные времена. В результате накала отношений с оккупантами было сформировано казачество, в состав которого обошли повстанцы разных народов. Ядром казачества стали местные русины, сражавшиеся за волю от угнетателей Руси. В современной Украине казаков принято считать украинцами. Узнав об этом, сами казаки были бы очень удивлены. И на это есть весомые причины. Во-первых, среди самих казаков не было никаких украинцев, даже имени их никто не слышал. Если казак был не русин, то поляк, литовец, москвич, татарин или еврей. Последние слова умышленно изменены по соображениям политкорректности. Архаичные обозначения народностей в современном обществе считаются некорректными. В 16-17 веках слово «украинцы» в своем специфическом значении употребляли поляки. Так обозначались польские шляхтичи и кнехты приграничных восточных земель. Первое письменное упоминание термина «украинцы» датировано 1596 годом в связи с восстанием на Ливайку. Его принимает Гетман Коронный Станислав Жалкевский, как название польских кнехтов, которые устроили расправу над казаками и их семьями после Солонецкого боя. Как пишет историк Федор Гайда, поляки никогда не распространяли этот термин на русское, восточнославянское население Украины, кроме как в личных прозвищах. А с середины 17 века термин «украинец» из польских документов пропадает. Таким образом, про украинцев на несколько веков забыли. Народ, как и раньше, назывался русинами. И это длилось до самого 20 века, когда в результате политической аферы местных авантюристов народ не был переименован в украинцев. И вот как это произошло. В 19 веке местные сепаратисты на территории Малороссии, которая входила в состав Российской империи, решили отделиться от Великой России. Это был обычный местечковый сепаратизм, как если бы Бавария решила выйти из состава Германии. Что же придумали эти политиканы? Для достижения своей цели они решили вместо названия народа Русины и Малороссы использовать уже известное нам слово «украинцы». То есть, для отделения местного населения от единого русского народа Российской империи, сепаратисты решили использовать слово, которым поляки обозначали своих пограничников «украинцы». Михаил Грушевский написал «Кто такие украинцы и чего они хотят?», поясняя новообращенным сектантам политику партии. Именно этого местного политикана нужно считать отцом так называемой нации. В результате коммунистической революции в России, междоусобиц и гражданской войны местные сепаратисты из политической секты украинствующих начали созывать так называемые рады, на которые приходили любые желающие делегаты со всей страны, разделяющие идеи украинствующих. Это была одна из нескольких политических организаций, которая боролась за власть в Киеве. Петлюровцы сменялись гетьманцами, улицы наполнялись немцами. Вся эта кутерьма и борьба за власть закончилась установлением штыками Красной Армии большевистской диктатуры. Для партии Ленина была неважна историческая справедливость. Этот революционер ставил целью скорейшее установление власти своей партии на всех оккупированных большевиками территориях. Поэтому, недолго разбираясь, местные земли были включены в состав СССР с названием УССР, а местных жителей в советском народе было принято называть украинцами. Именно в Советском Союзе украинцами вместо политической секты украинствующих сепаратистов стали называть народ целой страны. Пока еще целой. Сейчас по всей Украине, которая стоит на земле с погребенными останками Руси, висят лозунги «Русский, иди нахуй». По телевидению журналисты призывают убивать Русню. Украинцы своими грязными языками оскверняют имя наших славных предков, которые создали Русь, величайшую страну Средневековья, объединившую племена от Балтийского до Черного моря. Это ирония судьбы. А что такое сарказм судьбы? Под давлением российских оккупантов украинцы возвращаются домой, на свою историческую родину, в Польшу. Возможно, остатки правобережной Украины войдут в качестве Украинской автономной республики в состав Польши. Тогда украинцы продолжат выполнять свою историческую роль – охрану польского погранища. Роман Тесленко. 2022 год. Русь.